75-летний юбилей отмечает Петербургский музей Арктики и Антарктики. Он единственный в России и крупнейший в мире в своём роде. Сегодня в постоянной экспозиции 2000 экспонатов, а всего в фондах около 100 тысяч. Все они посвящены полярной тематике. Некоторые просто уникальны. Например, этот на первом этаже в зале Арктики. Палатка Папаинская, прямо с дрифующей станции. Надо сказать, что большая часть материалов от дрифующей станции Северный поле С-1 было получено нашим сотрудникам буквально с корабля. Здесь личные вещи исследователей, уникальные приборы и снаряжение экспедиции. Под потолком – ледовый разведчик-самолёт Ша-2. Есть даже штурвал ледокола «Таймыр», спасательный круг с парохода «Челюскин» и модель первого русского ледокола «Ермак». А эти диорамы ледового континента не имеют аналогов. Их создавали сотрудники музея в 30-е годы прошлого века. Наверное, сотни-полторы-две этих чучел-птиц рассажены. Они уже просто, сколько их прошло, 75 лет, они просто не снимаемы. Своей главной задачей сотрудники музея считают просветительскую работу. Не случайно здесь всегда много детей. Они с интересом узнают историю освоения Арктики, Антарктики и Северного морского пути. Да и рассказывает об этом заслуженный полярник, участник настоящих экспедиций. В состав международной команды, кроме меня, как представителей СССР, входили представители США, Франции, Японии, Китая и Великобритании. Шесть человек из шести стран, на 36 собаках прошли весь континент. Антарктида вот по самому длинному маршруту – 6,5 тысяч километров за семь месяцев. Юным посетителям в музее интересно всё. И экспонаты, рассказывающие об экспедициях, и северные животные. Мне больше понравилось в этом музее птичьи базары, потому что я никогда не видела такое огромное количество птиц. Они, я думаю, что они там на своём птичьем языке разговаривают, общаются и помогают друг другу. Я никогда не видела вот именно белых медведей, не видела таких оленей, у которых рога, и ещё из албару. Корабли, у них такой красивый облик, паруса, трубы. Я никогда не видел в настоящих таких кораблей. Экспозиция музея и сегодня продолжает пополняться новыми экспонатами.